Девушки отдыхают Если кто-то увлекается сигарами, вот такое вот покупать не надо Мерзость с едким вкусом Нет, я, конечно, люблю термоядерные сигары, но не настолько Выбросить жабы душат Ну, начнем, пожалуй Здравствуйте, люди, здравствуйте, нелюди Это снова я Как будто ничего и не случилось Сегодня у нас по плану Рекон Танто Классика Просто, ну я не знаю, немыслимо какая классика Нож, про который уже все сказано И я не знаю, что про него можно сказать нового Но Мне тут предложили снять на него обзор Как оказалось Многие про него не знают А может быть кто-то просто хочет услышать субъективно мое мнение Так что, почему бы и нет Нож есть Я есть Опыт использования есть Начинаем Cold Steel Рекон Танто Один из самых популярных боевых тактических ножей Производства компании Cold Steel, как следует из названия Флагман, можно сказать, их продукции Очень показательный Самое такое вот Оптимальное решение ножа в стиле Американский Танто Очень известный Прошедший множество различных версий, модификаций Конкретно этот Это самая такая ходовая версия С клинком из Аус 8А Однослойный С покрытием из эпоксидной краски Тут его уже в значительной степени нету Но об этом позже Прошедший со мной Много всяких интересных приключений Выезжавший на природу неоднократно Ладно, а во всем по порядку Что такое? Да блин, какая дрянь эти сигары все-таки Я до сих пор О чем я? Курить вредно, ребята Нет, я не об этом Я о ноже Ну блин, залип Надо это вырезать Убрать эту дымовуху подальше из кадра Еще раз Рекон Танто Cold Steel Аус 8А Рукоять Кротон Толщина клинка 4,8 мм Длина 188 мм Это все знают За что так любим народом? В первую очередь за форму Вот это вот самое Американ Танто Многие его путают Кстати с традиционными японскими клинками Это не совсем правильно У японских клинков Все-таки это было скорее исключение, чем правило Вот такая вот форма острия Это так называемые синоги дзукури Когда у вас здесь идет одна кромка А впереди другая И между ними есть яркий переход Ну у японцев это было скорее исключение А не правило То есть у классической катаны У классического танто Форма другая Соответственно Вот эта форма называется Американ Танто Ее популяризовали Небезызвестный дизайнер Боб Лум И Линд Томпсон Собственно глава компании Cold Steel Плюсы такой формы Очень выносливый кончик Им можно протыкать все что можно Он не сломается Крепкий Можно им что-то ковырять Что они регулярно делают В своих рекламных видео Пробивают стальные бочки Автомобильные капоты Да, действительно он это выдерживает Этот нож прошел множество Различных перевоплощений Изначально клинок делался из углеродки Вот эта тень от лампы Честно говоря раздражает Вот как его так держать Изначально клинок делался из углеродки Карбон В Ну или карбон 5 Как некоторые читают Честно говоря не знаю как в оригинале называлось Там такая Вэшка Вот потом его стали делать из АУС-8А Говорят что с криогенной закалкой Не знаю правда или нет Сделали это потому что в карбоновой версии Он иногда все-таки ломался А Cold Steel делает акцент на прочность И главное чтобы клинок был живучий и выносливый Нож этот подразумевался в первую очередь Как нож для военных На вооружении в армии он нигде не стоит Но была ориентировка на то Что военные будут покупать его взамен штатных ножей За собственные деньги И в общем-то покупают В этом плане это наверное самый такой широко популярный нож Который военные покупают именно вот сами Вместо того что им выдают Нож недорогой относительно При этом очень прочный Достаточно резучий Я бы не сказал что он хорошо режет Ну и удобный в быту У него хорошая рукоять Она хорошо лежит даже в мокрой руке Можно еще сказать что в руке Которая покрыта кровью врага Основное назначение армейского ножа Это все-таки не в качестве оружия Но и в этом качестве он тоже Вполне себе актуален Сейчас выпускаются более навороченные версии В частности из Sun My 3 Это трехслойный ламинат со сталью VG1 на внутреннем слое И обкладки если мне не изменяет память Из 420J Или J2 Не помню Потом сейчас есть современная версия Целиком с клинком из VG1 Выпускается в вариантах с различной геометрией С покрытиями и без покрытия Классический Recon Tanto имеет плоские спуски То есть они не вогнутые За счет этого он достаточно прочный Есть версия с вогнутыми спусками Она по-моему была какая-то лимитная Но половину своей очаровательности За счет прочности С вогнутыми спусками этот нож уже потерял То есть такой самый правильный вариант Это спуски именно прямые Прочность тут действительно очень приличная Нож можно вставить я не знаю в щель Встать на него ногами И он выдерживает вес взрослого человека Просто как нефиг Некоторые люди Насмотревшись рекламных Кодстиловских видео Начинают его точно так же Запихивать в тиски Надевать трубу на рукоять Начинать его гнуть Я не знаю зачем они это делают Если честно Потому что при использовании У вас такие нагрузки на нож просто не возникают Знаю человека Который его специально сломал Просто выяснить при какой нагрузке он сломается Ну Хозяин барин Причем у него один нож уже был Он купил второй чтобы сломать Чтобы знать насколько он может доверять своему первому ножу Ну У богатых свои причуды Что могу на это ответить Я специально этот ножик не ломал Но использовал достаточно широко То есть тут по нему видно что он Очень сильно не новый То есть такой Бывалый Потертый Его можно метать Не боясь того что он разрушится Чем я регулярно занимался То есть он у меня прилетал и ручками Ну в смысле ручкой Вот И боком Знаю что старые версии с углеродкой Они При метании Когда они прилетали Плашмя Они в некоторых случаях ломались по дульке То есть вот здесь вот Чтобы кто-то сломал при метании Реконтанту из Аус 8А Или из Санмая Я честно говоря не знаю Если у вас такая информация есть С удовольствием послушаю Это действительно интересно Так что если знаете пишите Что я им делал В драках я с ним не участвовал Говорю сразу Поэтому про боевые его характеристики Можно рассуждать только умозрительно В принципе они тут действительно хороши То есть им можно и уколоть Ну как вот правильным боевым ножиком Да Насквозь там Глубоко достать до нужного органа То есть именно эффективно А не как всеми этими самооборонными Там чиркалками О которых мы регулярно говорим Вот Им можно рубить Вот этот вот резец Танта угол Он очень эффективный Вот именно Характерный для американского Танта формы клинка То есть когда мы что-то режем Акцент приходится на этот угол И разрезает Рассекает достаточно хорошо Но основное назначение этого ножа Вот в моем понимании Именно в моем использовании Это все-таки и кемпинговая То есть это хороший нож для выездов на природу Им можно без преувеличения колоть дрова То есть им можно батонить Можно его ставить в полено И колошматить по нему там другой палкой Абсолютно не боясь, что с ним что-то будет Да, кромка у него не очень стойкая Потому что здесь этот самый Аус-8 Закален на прочность То есть если взять ножи из Аус-8 Например, там от того же самого Хатори Да, там или ранний сок японского изготовления То там клинок более твердый Более резучий Более износостойкий Но при этом более хрупкий Кот-стил делает акцент на прочность Соответственно подход такой Что пусть лучше ножик будет чуть хуже резать Но зато Зато он не сломается Здесь эта концепция воплощена в полной мере Толщина, как и сказал, 4,8 мм Для ножа, который используется в качестве тактического лома Это в общем-то немного Бывают и 6, бывают и 8, бывают и больше Но здесь баланс толщины, прочности и веса То есть помимо всего прочего Этот ножик не тяжелый То есть он весит всего 255 грамм И носить его именно с комплектом Основного снаряжения достаточно комфортно То есть это не триммон какой-нибудь Чтобы вы повесили на себя там 800 грамм железа И побежали по полю И оно у вас тут трясется, вас тянет там где-то То есть ножик удобный в ношении В комплекте у него идут вот такие вот ножны Достаточно простые Но допускают мультиподвесы Всякие хитрые крепления То есть хоть рукоятью вниз В ножнах он держится крепко Вывалиться из них не стремится Вынимается достаточно легко Если что, здесь есть пристежка Которой можно его зафиксировать И он, в общем-то, будет держаться Даже лучше Покажем Надо чем-то занимать эфирное время, да? Кнопка обычная В общем, ничего сложного нету Про эти ножны Сейчас буду ругаться Объясняю почему Сделаны они из замечательного материала Secure X Некоторые утверждают, что это аналог Кайдекса На самом деле нифига Это аналог ФРНа То есть это Fiberglass Reinforced Neylon Это полимер с добавлениями стекловолокна То есть это не композит Это, грубо говоря, с мелко нарезанной стеклотканью Полимерный материал Который тоже подвергается термоформовке С ним можно всякое разное интересное делать Но самый главный его недостаток Что когда кромка клинка У вас касается этих самых ножен То она в некоторых случаях тупится Когда у вас нож заточен в бритву Да, точить такой нож в бритву Это достаточно странно Но когда нож у вас заточен в бритву То вытаскивая его из ножен С нажимом вперед И чиркая им по ножнам Вы эту самую бритву теряете Именно поэтому многие ругаются Так что вот реконтанто такой нерезучий Я его точу, а он все тупой и тупой Обратите внимание на ножны Очень многих колстиловских ножей Вот этот материал на ножнах используется И он для кромки недобро Если у вас нож используется Именно как армейский Как какой-то тактический, кемпинговый То есть вы им рубите палки Вы им открываете консервы Вам на это уже будет, честно говоря, плевать Так что не такой уж это и недостаток Но те, кто любят вывести ножик в бритву Слово о бритве Заводская заточка У него достаточно большой угол И резучестью в оригинале Он не сильно отличается Я свой перетачивал То есть я ему уменьшил угол Если мне память не изменяет До 35 полных градусов Вроде да Но он стал после этого достаточно резучий Но стойкость кромки, как говорил С учетом стали, стала уже Чуть-чуть похуже Ну я его просто чаще точу Меня это устраивает Едем дальше Рукоять Рукоять кротон Летая на достаточно массивном хвостовике Хвостовик идет вот до сих мест И в него по сути вставлено вот это самое темлячное отверстие Рукоять удобная Очень хорошо лежит в руке, как говорил Имеет такую маленькую гардочку По принципу Вот она есть и больше не надо То есть рука у вас не соскользнет На самом деле она у вас не соскользнет и без нее Потому что за счет вот такой хитрой поверхности Сейчас ее крупным планом удастся Вот такие вот пупырышки Которые в руке очень здорово лежат И скольжение очень сильно препятствует Вот, но лишняя гарда лишней не бывает Тем более она мелкая И в работе, в быту абсолютно не мешает В свое время шли версии с этой гардой обрезанной То есть был такой совсем кастрированный Ахазбычный рекон Но потом выяснилось, что у него прогиб обуха Что он по нашим законам все равно холодным оружием не является И его стали продавать как есть Вот, кстати, у других ножей Которые имеют другую форму лезвия И такую же рукоять Кулдстиловских По-моему, СРК у них нож называется У которого такой клиппоинт Вот у него эту гарду до сих пор В гражданской версии отрезают Что не есть добро Реконтанта мы можем иметь в первозданном виде И радоваться этому О недостатках этой рукояти На хвостовик она надета, мягко говоря Не очень прочно Ну не надета, а наплавленно То есть если ножом что-то активно делать То она у вас Тут не очень видно Она у вас будет от него отставать Ничего страшного в этом нет Слезть она не слезет Потому что она зафиксирована Но вот эти вот мелкие моменты Они раздражают Да, даже если туда попадет влага Я бы не сказал, что это сталь сильно ржавеющая Особенно если с покрытием изначально То есть как у кабара Хвостовик у него не отгниет Но не аккуратненько Как в том анекдоте То есть можно туда просто капнуть клея И вот этот самый кротон к клинку подклеить Со временем он у вас опять отвалится Вы туда опять капните клея И все будет хорошо Второй момент, который чуть труднее фиксится Это вот это самое темлячное кольцо Показать вам это не могу Потому что это надо чувствовать на ощупь Но вот этот самый конец рукояти На хвостовике немножко гуляет Чем активнее вы нож используете Даже если вы там еще часто используете удар рукояти Я не знаю почему, для чего Это уже ваше дело Но при активном использовании У вас это место расшатывается еще больше Начинает на хвостовике немножко гулять Это вас будет бесить Есть вариант тонкий Каким-то способом закачать туда Какой-то клей, эпоксидку Там некоторые даже разрезают, подклеивают Но это все от лукавого Есть вариант простой Вот это вот темлячное отверстие Просто взять и раскирнить его И посадить его Чтобы оно было впритык к хвостовику И впритык к кротону Выглядеть это будет немножко менее аккуратно Но простите люди Это рабочий нож А не коллекционный экземпляр За 1000 долларов Поэтому такой способ решения проблемы Я счел вполне уместным После этого стало все намного лучше Дальше Покрытие Все плохо Покрытие представляет из себя Элементарный просто Вот черный антиблик На основе эпоксидной краски То есть это не нитриды никакие Не сверхтвердые Не керамика То есть нож грубо говоря Просто покрашен В некоторых источниках говорят Что сверху у него сделано Тефлоновое напыление Но оно его не спасает Потому что при первых же активных Использованиях этого ножа Я даже говорю не про консервы Я говорю про рубку дерева Это покрытие Это покрытие у вас будет облезать И в итоге облезет до такого вида Что смотреть на него будет больно Самое простое решение Которое в моем случае было реализовано Это покрытие на рабочих частях Клинка на спуске И в передней части Было просто содрано Крупной наждачкой Потом так немножко зашлифовано Да это варварство Но по крайней мере он теперь не облезает И что интересно не ржавеет Поскольку, как уже говорил Данная сталь к этому не очень склонна Нет, если его конечно намочить Оставить где-то там в луже на месяц Не знаю Или мокрый где-нибудь забыть Или после агрессивных каких-то продуктов Там после лимончиков, лука То пятнышки на нем появятся Не исключен даже глубокий питинг Но в целом на конструкцию Это особо не повлияет Вычистите его Исправите Будет все нормально Это рабочий нож Который не надо жалеть Который Испортить Но можно только если портить его случайно Чего я с ним только не делал Говорю, что я им и колол дрова И металл И резал Как-то там шланг какой-то медный Врубил Но ничего с ним не стало Нож Крепкий Хороший Надежный Я понимаю тех военных Которые его покупают Цена у него Как уже говорил Вполне доступная И это очень Хороший баланс Между рабочими качествами Удобством И недороговизной Собственно все Я не знаю Что еще можно про него сказать Вот такой вот обзор Короткий Я бы не сказал, что сильно информативный Зато с душой Любви, удачи, всех благ Субтитры создавал DimaTorzok